Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белошева. На финише депутаты рассмотрели большинство поправок к закону о реинтеграции. Когда примут этот документ? Накипело. Военные пенсионеры вышли на протесты по всей Украине. Чего требуют? Вторая серия. Генпрокурор обещает конфисковать еще 3 миллиарда у окружения Януковича. Откуда деньги? Жертвы вируса. В Украине еще одна смерть от кори. Почему не смогли спасти? Пережить поправки. Второй день на РДП пытаются принять законопроект о реинтеграции Донбасса. К документу около 700 замечаний. Рассмотреть каждое из них нужно отдельно. Но судя по явке избранников, текст этот интересен далеко не всем. Как прошло заседание в полупустом зале? Видела Екатерина Лысенко. Они остановились на 483-й поправке к закону о реинтеграции Донбасса. За весь вчерашний день на РДП так и не смогли дойти до ключевого голосования. Да и сегодня, судя по присутствию избранников в зале, финального решения ждать не стоит. Я сподіваю, что мы сегодня сможем поедно попрацювати, чтобы завтра мы смогли выйти уже с самого ранку на принятие решения. Мы сподіваемся, что закон про реинтеграцию Донбасса будет проголосований. На Донбассе, на оккупованной нашей территории живут миллионы украинцев, миллионы людей, которые потребуют уваги, поддержки, защиту украинской державы. Сейчас в зале по регистрации 347 депутатов, а по факту 124. Вчера еще не смешная история была. Действительно, я наблюдал картину, я сижу, я просто в центре зала сижу и хорошо вижу. Практически синхронно все начали смотреть телефоны и исход из зала начался. Поэтому было понятно, что тут происходит. Я задавал вопрос, что такое? Говорит, все, прислали сообщения, можно уходить, голосование будет на четверг. В большинстве уверен, завтра закон примут и кивают в сторону тех, кто вносит сотни поправок. Саме благодаря голосам коалиции, саме благодаря фракции Блоку Петра Порошенко, этот закон был принят в первом читании и будет принят и ухвален в втором читании. Фракция Народного фронта приняла решение голосовать за данный законопроект в втором читании. Мы видим, что некоторые политические силы сведомо затягивают процесс принятия, принимая и голосующая одни из тех же поправок. Но авторы поправок уверяют, вовсе не из-за них процесс затянулся. В документе много несостыковок. Заменить слова в назве и по тексту, из слов окремых территорий Луганской и Донецкой области и заменить их окупованными территориями Украины. Другая – это дата начала войны и окупации в статью. Третя – это не давать повноважения командующих объединенных сил решить перелик товаров и услуг, чтобы не дать возможности восстановить торговлю с окупованными территориями. И четвертая – мы категорично против, чтобы изменить в неконституционный способ сегодняшний порядок, который предлагает комитетам, за использование СССР президентом без согласия парламенту. Если законопроект будет голосовать с поправками Батьковщины, мы готовы его поддерживать. Наши поправки стоялись того, чтобы расширить действие закону и на Автономную Республику Крим, и на Севастополь. Вдалось это не на 100%. Нам домоглося найти формулу, по которой дата начала окупации все-таки передбачена через бланкетную норму, тобто, в отсылание до другого закону, это 20 лютого 2014 года. Голосование будет вынесено на завтра, будут тягнуты до конца. Но дело не в том, что наша позиция не изменилась. Мы еще раз отримали подтверждение, что этот закон вносится в зал для втілення политических амбиций партии войны в парламент. И нет ничего спільного с реальной потребой левого частина граждан Украины, которые хотят припинение конфликта и повернение территории. Мы надеемся, чтобы посредницкая комиссия, которая работает сейчас в рамках между полученными Штатами Америки, Российская Федерация, работала, напрацовывала варианты, и только в рамках этих вариантов можно будет принимать решение. Что будет учтено и каким закон получится в конечном итоге, станет ясно завтра. Сегодня депутаты рассмотрели порядка 150 поправок, и к четвергу спикер распорядился свести документ воедино. Правда, еще порядка полусотни исправлений придется обсудить. Сегодня времени на все не хватило. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Вадим Ревун, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Увольнять местных чиновников, которые не справились со снегопадом, грозит Владимир Гройсман. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров. О чем еще беспокоились сегодня министры и что решили с ценой на газ, знает Александр Васильченко. Пробок на заснеженных дорогах не избежать, но ситуацию необходимо держать под контролем. Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман. И потребовал, чтобы все главы областных и районных администраций взяли под личную ответственность уборку снега. С 1 сентября в местных бюджетах денег в 3-4 раза больше на местные дороги, в том числе. Это означает, что доступны финансовые ресурсы для того, чтобы почистить тротуары, дороги, а на больших магистральных забезопасить качественное прибирание для проезда транспорта. Не спать, а все сделать для того, чтобы разблокировать. Помогут бороться со стихией сотрудники ГАИСЧС. Глава профильной службы Николай Чечеткин заявил, погодные условия ухудшатся ночью. Но уже сегодня спасатели перевели на усиленный режим. Для обеспечения проезда на дорогах залучено сегодня 1300 одиннадцать техники и 1800 работников Укравтодоров. В месте Киеве организовано очищение дорог, прибирание улиц и тротуарей, для чего залучено понад 600 одиннадцать техники и близко 4000 работников. Заинтересовала премьера и повышение цены на газ. Ранее в СМИ появилась информация, что Минэнерго собирается изменить расчет тарифов на газ для населения. И это увеличит цену с 1 апреля на 8%. Но министр энергетики Игорь Насалик заявил, что топливо не подорожает. СМИ говорит о том, что вы инициируете подняте цены на газ? Ну абсолютно дурница. И мы уже обговорили попереднее. Стосуется ПСУ и цей соответствующий проект, который будет расследоваться на уряде, он проходит как регуляторный акт и абсолютно не имеет никакого отношения к поднятя цены на газ. То есть вы не инициируете подняте цены на газ? Мы не инициируем подняте цены на газ. Тем временем в Минсоцполитике инициировали увеличение пособий переселенцам из зоны АТО. Кабмин поддержал предложение пересчитать ежемесячную адресную помощь людям с инвалидностью, пенсионерам и семьям с детьми. Для семей всех без вынятку переселенцев предбачено сближение загальной суммы грешевой допомоги с 2400 до 3000 гривен на месяц и 5000 гривен для многодетных семей. Обсудили министры развития фермерских хозяйств. Гройсман отметил, в этом году в Украине заработают госпрограммы по поддержке животноводства. Обещают и кредиты с низкой процентной ставкой. Премьер подчеркнул, в бюджете заложили на развитие фермерских хозяйств более 1 миллиарда гривен и 4 на развитие животноводства. Привлекать инвестиции в страну министры хотят и при помощи цифровой экономики. На заседании одобрили концепцию развития IT-отрасли на ближайшие 2 года. За счет этого надеются постепенно увеличить ВВП на 5%. Александр Васильченко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Ну а пока министры заседали, неподалеку от Кабмина в Мариинском парке к ним взывали военные пенсионеры. Требовали пересчитать пенсии. Чего им удалось добиться, давайте посмотрим. Трасса Львов-Рава-Русская. Несколько десятков человек шагают по пешеходному переходу. Это бывшие милиционеры, военные, пограничники и спасатели. Говорят, после выхода на заслуженный отдых стали нищими. Требуют, чтобы им пересчитали пенсии. За порядком наблюдает лично начальник Жолковского райотдела полиции. С митингующими вступает в небольшую перепалку. Возмущались несправедливостью и в Днепре. Цены на продукты повышаются, коммуналка неподъемная, а пенсии не увеличиваются. Последний раз перерасчет проводили 10 лет назад. Как так можно относиться? Зачем в стране принимаются законы? 450 тудеятцев сидят. Сегодня голосуют, завтра отменяют. Конституция существует, где четко написано, обязаны пересчитать. Требовали индексации пенсии и в Киеве. К собравшимся в Мариинском парке вышел нардеп Сергей Каплин. Рассказал, где можно найти деньги для повышения выплат. Как вырежьте это вопрос? Все упирается в гроши. Гоши? Гоши? Нам нужно, по рахунку, где 7-8 миллиардов гривен. Рассказывают, где мы возьмем эти деньги. Мы зарегистрировали законопроект, который предупреждает, что миллионные зарплаты, зарплаты в 100 тысяч, 50, 60, оподатчиваются. О проблеме перерасчета пенсии бывшим сотрудникам силовых структур говорили и в самой Верховной Раде. Депутаты разных фракций пришли на заседание круглого стола. Представители почти всех политических фракций украинского парламента поддержали требования военных пенсионеров, пенсионеров военных ведомств с тем, чтобы правительство справедливо пересчитало пенсию. И мы должны показать пример будущим поколениям, что страна своих героев никогда не бросает. 27 грудня Кабмин принял решение о перенесении и увеличении пенсии военнослужащим на год с 1 сентября 2018 на 1 сентября 2019 года. На рассмотрение Верховной Рады нам внесено проект постановы о увеличении пенсии для военнослужащих и правоохранителей. И сегодня же премьер-министр пообещал, что пенсии военных ветеранов будут пересмотрены. Об этом Владимир Гройсман заявил во время заседания правительства. По словам премьер-министра, сейчас вопрос пенсионного обеспечения изучают в СНБО. Далее предложения передадут в Кабмин на согласование. После чего документ вынесут на рассмотрение Верховной Рады. Андрей Кровец, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. О том, куда ушли деньги Януковича, сегодня рапортовал генеральный прокурор. Отчет Юрия Луценко о спецконфискации слушали в парламентском комитете по нацбезопасности. Сколько миллионов вернули в бюджеты, как продвигается расследование. Махинации расскажет Богдан Вербицкий. На валютный рахунок, открытый на имя казначейства Украины. В АТО «Счетбанк» зараховано кошты в сумме 1 миллиард 117 миллионов 273 тысячи 659 долларов 73 цента. Заседание комитета по безопасности и обороне началось с отчета генпрокурора о возвращенных миллиардах Януковича. Ущерб государству, по словам Луценко, нанесли колоссальный. Избитки украинской державы в размере 1,5 миллиарда долларов в США. ГПУ удалось раскрыть схему отмывания денег. В разворовывании госказны принимали участие сотни фиктивных фирм и даже другие государства. Было 500 предприятий, которые крали кошты тут. И через эти предприятия украинской и тренземной юрисдикции отмывали их на территории азийских краин, Кипра, Латвии. И потом заводили в Украину украинские банки. Одной из стран удалось даже присвоить деньги беглого Януковича. Латвия не отримала до могощеприходу ответы на питание злочинного похода этих денег. И тому, керуючись своим законодавством, также конфискувала эти деньги в доход латвийского бюджета. Деньги, которые Генпрокуратуре все-таки удалось конфисковать, пошли в бюджет. Часть направили на силовой блок. На достигнутом в Генпрокуратуре останавливаться не собираются. Уже после заседания Юрий Луценко анонсировал новые детали в одном из резонансных дел. Правда, в каком, не уточнил. Богдан Вербицкий, Геннадий Аникейенко. Подробности телеканал Интер. Бывший глава МИДа Андрей Дещица обвинил Януковича в попытке оправдать российскую агрессию. Сегодня дипломат давал показания по делу беглого президента. Выступал он в качестве свидетеля стороны обвинения. Дещица заявил, что экс-президент не имел права обращаться к Путину с просьбой использовать вооруженные силы России на территории Украины. Для этого необходимо согласие парламента и СНБО. Напомню, в марте 2014 года все члены Совбеза ООН признали действия Российской Федерации в Крыму актом агрессии. А этот документ, который был с подписью, насколько я понимаю, которого показывал Чуркин, он был передан в секретариат ООН и там можно было с ним позже познакомиться. А зарегистрированный как документ официальный ООН, это и текст звердения. Расследование мошенничества в Приватбанке – положительный сигнал в борьбе с коррупцией. Об этом заявили в американском посольстве. Возврат похищенных активов будет положительным шагом, так говорится в сообщении. В Дип-ведомстве отметили, что ценят усилия НБУ. Напомню, на днях Нацбанк публиковал данные аудита, согласно которому из Приватбанка до национализации вывели по меньшей мере 5,5 миллиардов долларов. На государственный оборонный заказ выделят больше средств. Об этом президент заявил на заседании СНБО. Петр Порошенко сообщил, что по сравнению с прошлым годом финансирование выросло на 37%, а общая сумма превышает 21 миллиард гривен. Больше всего уйдет на противотанковое и радиоэлектронное вооружение, а также обеспечение антиснайперскими комплексами. К тому же, по словам президента, Украина получит противотанковые комплексы от Соединенных Штатов Америки. Двое военных погибли в зоне АТО за минувшие сутки. Пятеро были ранены. Машина подорвалась во время выполнения боевого задания на Луганском направлении. И еще двое бойцов ранены неподалеку от Водянова. Там боевики вели огонь из 120-мм минометов. А сегодня обстреляли наши позиции уже трижды. Из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Они атаковали опорные пункты возле Верхнеторецкого, Новотроицкого и в районе Песок. Неспокойно было так же и под Авдеевкой. Основным ведется крупнокалиберный, стреляют по нам крупнокалиберные пулеметы. Это Утес, ДШК, Вайт, стреляют ПКМ. Снайперы работают под пулемет. Если начинают пулемет по нам стрелять, то и снайперы выжидают, пока мы вылезем, будем давать ответку. Канадская двадцатка против КНДР. Канада и США собрали в Ванкувере своих союзников, чтобы решить, как и чем можно нажать на Ким Чен Ына. О чем договорились, знает Дмитрий Анопченко. В зале два десятка министров иностранных дел. Приглашены фактически все ключевые игроки, кроме России и Китая. Улыбки на камеру, пока пресса в зале присутствует. И обеспокоенные лица во время переговоров за закрытыми дверями. Ведь козырей, кроме санкций, которые и усиливать-то больше некуда, не так и много. Ограничения, которые уже ввела против Северной Кореи, организации объединенных наций, участники ванкуверской двадцатки пообещали строго соблюдать. Вот только нет гарантии, что Москва и Пекин будут это делать. Гостик Италь Тилиштон в Канаде постоянно апеллировал к России и Китаю. Мол, все должны соблюдать санкционный режим. И даже сказал, у корейского диктатора не получится нас поссорить. Но понятно, они не в одной команде. Противоречий много, разногласия серьезные. И основное, предложенный Москвой и Пекином так называемый план двойной заморозки. Когда КНДР прекращает испытания, но и штаты одновременно останавливают военные учения и переброску войск. В Вашингтоне его отвергают категорически. Мы отвергаем такой подход, при котором законные военные учения приравниваются к незаконным действиям КНДР. В Анкувере Тилиштон категорически отказался комментировать или даже обсуждать слухи о возможности превентивного военного удара по КНДР. Сказал, он не будет говорить о том, о чем решение еще не принято. Дело в том, что американская пресса до этого писала, что такой план якобы рассматривается. А еще поставил точку в противоречивых заявлениях. Готовы ли штаты к переговорам с Кимом? Мы послали четкий месседж КНДР, готовый к серьезным переговорам. Северной Кореи известно, что наши каналы открыты и они знают, как нас найти. В целом, канадская встреча топ-дипломатов не принесла, да и вряд ли способна была принести прорыв в корейском вопросе. Но здесь заявили главное. Все 20 стран предпочитают мирный путь. А в Вашингтоне готовы его обсуждать. Напрямую с представителями Ким Чен Ина или даже с ним лично. Дмитрий Ановченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Холод не тетка. Киевский университет Шевченко распустил студентов до весны. Чье решение? Слезы Гиппократа. В Одессе врачи скорой не смогли помочь пациенту, потому что попросту были пьяны. Накажут ли? Один в поле воин. В британском правительстве появился министр одиночества. Кого он будет спасать? Украинская сенсация. 15-летняя Марта Костюк бьет рекорд за рекордом в профессиональном теннисе. В чем ее секрет? Лекций не будет. Киевский университет Шевченко распускает студентов до весны из-за нехватки денег на отопление. Такая информация проскользнула сегодня в СМИ. Между тем, руководство вуза эту информацию опровергает. Проректор сообщил, что график занятий изменили по просьбе самих студентов, а госфинансирования им вполне достаточно. И практика продленных зимних каникул не нова. Так поступают, чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг. В Украине вторая смерть от Кория. На этот раз в Одессе. Ранее, напомню, в Белгород-Днестровском Одесской области умерла 5-летняя девочка. По информации Минздрава, в прошлом году зафиксировали 5 случаев смерти от Кори. Есть ли вакцина в больницах и какая ситуация в областях, выясняли мои коллеги. Жертвой Кори в Одессе стала 30-летняя женщина. По словам врачей, она поздно обратилась за помощью. У нее было исходное тяжелое депрессивное состояние. Она не была привита и корь, соответственно, спровоцировала развитие посткоревой пневмонии. И она погибла. На Буковине ситуация пока не критическая, но количество заболевших постоянно растет. Если за прошедший год их было около 200, то в январе вирус уже подхватили 300. Местные власти не скрывают, вакцины не хватает. В Черновцах, например, полторы тысячи детей не привиты. И на всех есть чуть более 300 доз. Прислать вакцину медики уже попросили коллег из других областей. День-два вакцина в установах ликувальных мест снигнет. Медики говорят, что в следующем может быть увеличение заболевания на дифтерию, в том числе до эпидемии. В Чернигове, как и в Черновцах, школы и детские сады пока не закрывают. Но мэр уже заявил, детей у которых нет прививки, в учебные заведения пускать не будут. Пока из 50 тысяч детей от вакцинации отказались родители почти двух тысяч. В Закарпатской области родители довольно охотно делают прививки своим детям, утверждают медики. Но вакцины катастрофически не хватает. Перебои с поставкой начались еще пять лет назад и не решены до сих пор. Чтобы избежать массовых заболеваний, губернатор обратился за помощью к Венгрии. У нас была потреба протягом года 80 тысяч вакцин, а дали нам только 26 тысяч. Это меньше, как третина от потребы. Это уже немного гальба, что мы такие необходимые вещи должны получать как гуманитарную помощь от соседних стран. Всего же с Нового года в Украине зарегистрировали более 1200 случаев заболевания корью. В то же время в Минздраве эпидемией это не называют. А такие показатели объясняют тем, что люди отказываются делать прививки. В ведомстве уверяют, вакцины хватит на всех. Дополнительно уже закупили почти миллион доз. Вот только как быстро они поступят в регионы – большой вопрос. Юлия Жешко, Ольга Поломарюк, Наталья Тегны-Рядно, Андрей Анастасов, Марина Коваль. Подробности – телеканал Интер. Медицинский триллер в Одессе. Мужчина умер, потому что врачи приехали на вызов вдрызг пьяными. Вместо того, чтобы оказывать помощь, они отмечали день рождения прямо в карете скорой помощи. Все подробности расскажут наши корреспонденты. Сообщение о том, что возле ЖД вокзала бродит полураздетый мужчина, поступило в полицию около 10 вечера. Прибывший на место патруль вызвал скорую. Бригада приехала довольно быстро, но припарковалась машина в нескольких сотнях метров. Пока полицейские объясняли, куда подъехать, мужчина потерял сознание. Через 20 минут скорая все же подъехала, чтобы констатировать смерть. Медики вели себя неадекватно. Пришлось даже надеть на них наручники. Дайте огня, я припомню. На основе закрещено. Почтите, что-то надо. Ребята, ну я вам это припомню. Оказалось, медики пьяны. Врачу исполнилось 40, и бригада отмечала юбилей. Прямо во время дежурства. Они даже не поняли, что в нескольких сотнях метров умирает человек. Что у них умер, что у них умер. Не умер. Я понятия не имею. Я сижу наручники. Вместо того, чтобы оказывать помощь умирающему, врачи пошли покупать в киоске сигареты. Вы скажите, 9-30 минут стояли на вызове. Вот, что объясни. Сигареты покупали, вино покупали. А здесь человека откачивали. Это витреты пилы? На работе вы были? Я объяснил потом. Трезвым из всей бригады был только водитель. Врач отказался от свидетельства. Но по всем внешним признакам он явно находился в неадекватном состоянии. У фельдшеров 2,2 промилле алкоголя в крови. Что, в принципе, говорит о состоянии алкогольного обвинения. Там в средней степени ближе даже к тяжелой. Всю ночь медики провели в райотделе. Пытались давать показания. Оба заплатят штраф. С работы их уже уволили. Но если экспертиза подтвердит, что они могли спасти пациента, и врач, и фельдшер, понесут еще и уголовную ответственность. Данил Снисер, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер Одесса. Два месяца в СИЗО проведут харьковские патрульные, которые в понедельник попались на взятки. По данным следствия, они организовали целую схему вымогательства. Как она работала и что грозит копам, знает Светлана Шакера. Полицейских задержали в понедельник ночью. Двое патрульных за 20 тысяч гривен отпустили пьяного водителя. Сегодня копы, Александр Шапка и Олег Риутский на скамье подсудимых. Их дела рассматривают отдельно. Судья зачитывает материалы. Как копы по наводке таксиста останавливали подвыпивших водителей и предлагали договориться. Вот диалог с одним из пострадавших. Полицейский приказал мне положить 3000 в обложку от документов, передать эту обложку деньгами ему за непривлечение меня к административной ответственности. Схема успешно работала с августа прошлого года. Уже доказанных эпизодов около десятка. Прокурор просит ареста. Предполагает, что подозреваемые могут сбежать. Тем более Шапка со следствием не сотрудничает и по месту работы характеризуется плохо. Неоднократно допускал порушение службового дисциплины. Это правил дорожного руку. И сейчас выполнение службового оборудования, что произвело до дорожных транспортных пригод. И Минький Шапка вказал, что не тактовно общается с гражданами, грубо общается. То, что как здесь он иногда не тактично общается с людьми. До реформирования полиции, наверное, большая часть работников милиции так общалась с гражданами. И почему-то областная прокуратура не ставила вопросу содержания их под стражей. Сам Шапка свое поведение даже не пытается объяснить. И просится под домашний арест. Втекать из Украины я никуда не собираюсь, ни до какой Российской Федерации. У меня донька, который 6 месяцев, и дружина в Викрете. Я сейчас должен помогать им и оставаться дома. По решению суда, патрульный до 15 марта пробудет под стражей. Следующий суд обращает за побежный захист в виде держания под варты, не означает размер заставы в сумме 500 тысяч гривен. Сегодня же суд отстранил патрульного Шапку от занимаемой должности на время расследования. Также в СИЗО отправили и второго подозреваемого Олега Реутского. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Ветераны за, новички против. В лагере немецких социал-демократов раскол. Молодежное крыло партии категорически не хочет большой коалиции. Что же дальше узнавала Татьяна Лагунова? Нет большой коалиции. Нет большой коалиции. Речевки и плакаты «Кто не слышит партию» недостоин власти и даешь оппозицию. Так Мартина Шульца, который активно агитирует однопартийцев дать добро на союз с ХДС-ХСС, встречают молодые СДКи. Молодежь против ветеранов в социал-демократической партии Германии бунт. О себе громко заявило молодежное крыло политической силы. Новое поколение СДКов призывает руководство партии отказаться от коллекционных переговоров с христианскими демократами. Лицо протеста – лидер молодежного крыла СДПГ Кевин Кюнерт. Он, как и Шульц, в эти дни встречается с членами партии, чтобы объяснить им, почему СДКам не стоит снова ввязываться в большую коалицию. Мы считаем, что в документе, который стороны согласовали на зондирующих переговорах, недостаточно отражены принципы социал-демократии. Это касается вопросов страхования граждан налогов. Все эти пункты не включены, но взамен мы проглотили компромисс в вопросе миграционной политики. Руководство партии парирует на переговорах, добились максимума и надеется на поддержку делегатов партийного съезда. Ничего не провалится, мы убедим. Пришло время взяться за то, о чем мы договорились. Уговорить молодых СДКов пытаются и молодые христианские демократы. Лидер молодежного крыла ХДС уже предложил коллегам не пытаться похоронить большую коалицию, а сесть за стол переговоров и разработать пакт будущего. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Министр по вопросам одиночества. Уникальную должность создали в британском правительстве. Что будет входить в обязанности нового чиновника и кого назначили на этот пост, знает Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Борьбой с одиночеством Великобритания теперь займутся на государственном уровне. Уже назначили министра, который будет отвечать за одиночество. Это 42-летняя Трейси Крауч. Ее главное увлечение – футбол, и она занимает пост замминистра по вопросам культуры, медиа и спорта. В новой роли Крауч придется хорошенько поработать. Премьер поставил задачу разработать государственную политику и комплексную программу по борьбе с одиночеством. Крауч и ее команда также должны представить так называемую «шкалу одиночества», чтобы можно было изучать каждый отдельный случай. В стране 9 миллионов человек считают себя одинокими, так что работы мало не будет. Я очень рада, что правительство назначило министра по одиночеству. Это важный шаг. Он свидетельствует, что мы понимаем серьезность проблемы и признаем еще очень много необходимости сделать в этом направлении. Идея учредить подобную должность принадлежит депутату Джо Кокс. Она погибла от рук ультраправого радикала, поддерживающего Брексит. Это произошло перед референдумом за выход из ЕС в 2016-м. На своем депутатском посту Кокс очень много времени уделяла защите одиноких людей, полагая, что им должно помогать государство. По результатам прошлогоднего британского исследования, одиночество так же вредно для здоровья, как выкуривание 15 сигарет в день. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Рискованное путешествие завершилось. В конце декабря мы рассказывали о том, что из Николаева в Африку отправились трое смельчаков, включая нашего коллегу-оператора регионального корпункта Игоря Попова. И отправились они не просто так, а на ретроавтомобиле. Вернувшихся в Украину путешественников встречал Андрей Анастасов. Уставшие, но довольные. Андрей, Игорь и Сергей уже в Одессе, дальше на поезде в родной Николаев, а за плечами 9 тысяч километров и гигабайты от снятого видео. В путешествие на запад Африки трое друзей отправились месяц назад на стареньком Ишкомби, который купили за 300 долларов. В первую передрягу попали возле Львова. На обледенелой трассе автомобиль перевернулся. Мы все живы, мы все целы. По сути, только машина немного помялась. Польша, Австрия, Италия, Испания, затем на пароме через Гибралтарский пролив в Марокко и вот бескрайняя Сахара. За рулем в основном был оператор подробностей Игорь Попов. Для него стало приятной неожиданностью, что старый автомобиль со своей задачей справился на все 100. 9 тысяч просто мягенько прошел замечательно. Когда ты уже подержаешь к финишу и ты понимаешь, что ты это сделал, это все как сон и даже не верится, что это было. Изначально финальной точкой была Гамбия. Там ребята должны были присоединиться к автопробегу Банжул Челлендж. Ежегодно со всего мира участники приезжают туда на старых автомобилях, а затем отдают их на благотворительность. Но в Гамбию и Жукомби попасть было не суждено. Машину не пустили в Сенегал. По законам этой страны авто старше 8 лет запрещены. Ну или почти запрещены. Хотели взятку взять. Это 300 евро. Мы решили ее не давать и просто там продали этот автомобиль. В итоге мы потом все равно побывали в Банжуле, но уже без автомобиля. Интересные знакомства, необычные люди. Африка с ее бедностью и коррупцией, но добродушием и взаимовыручкой. И каждый день новые испытания. Вся эта экзотика и драматизм запечатлены на видео. Мы сделаем фильм, смонтируем. Это, скорее всего, будет 5-серийный фильм, где каждая история будет в развернутом виде. Этот фильм жители Николаева выложат на своем YouTube-канале. Говорят, миссию выполнили, доказали. Путешествовать можно куда угодно и на чем угодно. Главное – желание. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер». 15-летняя киевлянка Марта Костюк покоряет мировые корты. Сегодня она вышла в третий круг открытого чемпионата Австралии. А послезавтра она сразится с четвертой ракеткой мира – сильнейшей украинской теннисисткой Еленой Светолиной. Все подробности в нашем материале. Теннисистке Марти Костюк лишь 15. Юная спортсменка из Украины стала главной сенсацией турнира Australian Open, который проходит в Мельбурне. Девушка одержала свою пятую победу подряд, обыграв опытную австралийскую теннисистку Оливию Роговску. И стала самой юной участницей третьего раунда в турнирах «Большого шлема». Я счастлива, просто счастлива. Сегодня на корте я чувствовала себя плохо, было жарко, но я смогла через это пройти. Я очень тяжело работаю. Мой предсезон был довольно длинным и очень жестким, потому что я не играла в турнирах два месяца, а лишь тренировалась. Победа принесла Марте 113 тысяч долларов. Это больше, чем юная киевлянка заработала за всю предыдущую карьеру. После триумфа Костюк призналась, уже знает, как она потратит часть денег. Наверное, в первую очередь я куплю подарки своей семье, потому что у меня много родных, а потом себе что-нибудь. Я слышала много раз, что я талантлива, и я это знаю. Также я знаю, что один талант не поможет мне играть хорошо, поэтому я работаю довольно тяжело. За место в четвертом круге «Большого шлема» Марта Костюк поспорит с украинкой, четвертой ракеткой мира Элиной Светолиной. Сегодня лучшая теннисистка Украины также победила во втором круге Australian Open. Матч против представительницы Чехии Катерины Синяковой длился более двух часов. Элина Светолина сыграет против Марты Костюк уже в эту пятницу, 19 января. Лина Зеленская, Наталья Шумакова. Подробности телеканал Интер. Какие проблемы с бананами возникли на теннисном турнире в Австралии? В чем секрет безупречного здоровья Дональда Трампа? И зачем поезда в Японии будут фыркать и лаять? Обо всем этом прямо сейчас. Канадский спортсмен Денис Шаповалов так разволновался на турнире Australian Open, что не смог очистить банан. Видимо, Шаповалову казалось, что ему попадались неправильные фрукты, и он отбрасывал их в сторону. Подкрепиться у него получилось только с четвертой попытки. А вот американке Коко Вандвеге за бананы пришлось побороться. Теннисистка заявила, что на корт не выйдет, пока не принесут фрукты. И своего добилась, хоть и ценой нарушения правил. Победить в матче заряда энергии Коко все равно не помог. Хорошие гены и умения не волноваться. Вот секрет превосходного здоровья американского президента. Не стоит беспокоиться, и о состоянии дыши Дональда Трампа заверил врач Белого дома. На прошлой неделе хозяин Белого дома прошел комплексное обследование. Тест на психическое здоровье, память и концентрацию. Все показания в норме. И хотя президент никогда не курил и не употреблял алкоголь, диета с уменьшенным содержанием жира пойдет ему только на пользу, отметил доктор. В начале месяца в США вышла книга журналиста Майкла Вульфа, который поставил под сомнение психическую адекватность Трампа. Но сам президент заявил, что в книге полно вранья. В американском штате Мичиган сняли на видео падение метеорита. Он упал всего в 8 километрах от городка Нью-Хейвен. Кроме местных жителей, яркую вспышку на небе увидели и в соседней Канаде. Очевидцы сразу же принялись выкладывать видео в соцсети. По данным национальной метеослужбы США, падение вызвало небольшое землетрясение магнитудой 2 балла. Информации о разрушениях не поступало. В Мексике выставят на аукцион гигантский хвост динозавра. Он весит 180 килограмм, а его длина 4 метра. Окаменелая часть скелета была обнаружена в Марокко и принадлежит апатозавру. Эти ящеры жили во времена юрского периода и были самыми крупными наземными животными на планете. Лот будут разыгрывать 23 января. Сумма, которую покупатель отдаст сверхначальной цены, пойдет на реконструкцию школ. Тысячи учебных заведений в стране были разрушены из-за землетрясения в сентябре. Поезда в Японии будут лаять и фыркать. Так железнодорожники решили отпугивать с путей надоедливых оленей. Токийский институт даже провел исследование. Если с поезда доносился громкий резкий звук, напоминающий собачьи лай или фырканье оленей, на рельсы выбегало в два раза меньше животных. Из-за столкновений с оленями поезда в Японии часто задерживаются. Власти уже пробовали бороться с проблемой. Устанавливали железнодорожные переходы для парнокопытных и отпугивали их ультразвуком. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, доброй ночи и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok